Зима близко, а значит самое время менять резину. Такого мнения придерживаются специалисты шиномонтажной станции. Ведь среднесуточная температура уже несколько дней составляет от 5 до 7 с плюсом. Оптимально для смены шин. Летние покрышки не обладают теми свойствами, которыми они обладают, когда температура летнего и весеннего режима. Снимается колесо специалиста по съему колес, несет их вовнутрь. Мы их там уже переобуваем, чистим, мажем, балансируем, скачаем соответствующее давление в зависимости от машины и все возвращаем на место. Собираем, поджимаем, человек через 20 километров к нам приезжает, мы колесики пережимаем и все. И пользуется, наслаждается временем. К слову, дальше лишь холоднее. Уже на этой неделе синоптики пророчат в стране заморозки. Лучше не ждать первого снега и очередей и переобуться сейчас. Пока поток на шиномонтажке около 40 авто в день. С приходом зимы цифра увеличится как минимум вдвое. Почему вы решили поменять резину уже сейчас? Чтобы не было потом очередей, не дождаться. Появилась свободная минута и уже нужно подготавливаться к автомобилю к сезону. Собираюсь на этой неделе уже, как бы, в зависимости от погоды, как бы, будет свободное время. Будем менять резину полностью и все. Я уже перешел, уже полмесяца назад. Как снег пошел первый. У меня работа связана с автомобилем. Я каждый день за рулем езжу по 100-200 километров в день проезжаю. Это безопасно не только для себя, а и для других. Потому что мало езжу пока. На следующей неделе планировал ехать. Снег как-то в ноябре выпал, а у меня была зимняя резина. Я ехал как-то уверенно. Вот ехали 20-30 километров в час. А я ехал уверенно. Пока смена резины с лета на зиму добровольная. Но уже с 1 декабря, согласно 26 главе ПДД, все автомобили должны передвигаться по белорусским дорогам только на зимней резине. Нарушение ударит по кошельку. За невыполнение данного условия наступает административная ответственность в размере до 0,5 базовой величины. В осенне-зимний период водителям также необходимо быть осторожным, двигаясь в местах возможного появления детей, вблизи пешеходных переходов, остановочных пунктов. Также необходимо помнить о том, что подъезжая к путепроводам, мостам, предельно быть внимательными и осторожными. Так как зачастую они облизываются в первую очередь. Более того, важно не только переобуть железного коня, но и перейти на зимний стиль вождения, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и следить за дорожным покрытием.